как дела джентльмены сегодня тренировал предплечье в зале и записал на видео хочу поделиться с вами так как показ лучше любого наказа но перед тем как я покажу что зачем я выполнял хочу задать простенький вопрос что в вашем понимании можно считать днем отдыха потому что нередко мне пишут соц сетях и задают данный вопрос надеюсь услышать ответ что день отдыха этот день абсолютно ничего не делали но в моем понимании все немножечко не так дело в том что на выходных особенно зимой то и летом живя в частном секторе работы пуш или что-то куда-то перенести или дрова наколоть и прочее 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 огород скопать в общем работы хватает но эта работа очень продолжительная но низко интенсивная к примеру на днях я целый день кого дровишки и предплечье еще два-три дня после этого отходили поэтому к чему я веду ребят для меня день отдыха это активная деятельность которая не является по сути тяжелой а тренировка предплечье на мой взгляд таковой является так как действительно нагрузиться можно очень хорошо прокачаться тяжело поработать над этими мышцами но они достаточно мелкие во всяком случае у меня и достаточно адаптивные к нагрузкам поэтому когда вы делаете день отдыха я вам рекомендую прокачать предплечье и из этого может получиться полноценная тренировка которая как всегда обязательно должна начинаться с разминки в качестве разминки я беру палочки или металлические прутики относительно легкого веса и делаю ими разнообразные махи после этого делаю накручивание в одну сторону в другую либо если это дома у меня есть готовое приспособление если в зале то приходится изобретать беру резину одеваю на гриф он вращается и я накручиваю в одну сторону в другую сторону аккуратненько спуская груз при этом вниз когда кисти уже хорошо размяты и предплечье наполнены кровью я перехожу к работе с гирей и делаю подъемы гири желательно сидя потому что так сложнее сначала одним способом потом другим а Субтитры сделал DimaTorzok Если плечи свеженькие и я могу пожать, то непременно я делаю жимы на попах. И после этого я перехожу к сжимающему упражнению, которое я посмотрел у Брюса Ли. У него был целый тренажер. Я опускаю вниз тренажер Смита, хватаю гирю и поднимаю ее. Таким образом имитирую работу на эспандере, имитируя разнообразные тренажеры для хват. После того, как я сделал качественные подъемы гири, я перехожу к вису на перекладине, на время и на расширителе. Это очень хорошо позволяет доработать в статике все мышцы предплечья и укрепляет именно хват, который мне необходим как в повседневной, так и в спортивной деятельности. На расширителях очень интересно висеть, потому что они не только широкие, но еще и прокручиваются. И можно в любой момент соскочить, поэтому я держу ноги в миллиметре над полом. И после того, как вся тяжелая работа уже позади, я делаю чисто для пампа добивочку блинчиками по 5 килограмм. Сажусь возле лавки и поднимаю двумя способами. Вот такая подборка упражнений у меня получилась. Каждое упражнение я делаю практически до отказа в 2-3 подходиках. За счет объема, за счет паузы отдыха времени, примерно на час все это растягивается. В общем, дерзайте. Кому будет интересно, пишите в комментариях, я покажу, как можно тренировать еще в домашних условиях. За счет бытовой деятельности. Свой хват и предплечья. До скорых встреч. Пока-пока. Надеюсь, до этого места все понятно и вы со мной настроились на одну волну. Тогда с чего же начать тренировку с гирями? Ребята, начните с описания под этим видео. Перейдите, там есть книга, фитнес-центр у тебя на ладони, где подробно все описано, как работать с гирей, какие выполнять упражнения, на какие группы мыльц и как составлять варианты комплекса. В общем, обязательно приобретайте книгу. Это будет первый шаг. Второй шаг будет приобретение комплекта гирь домой. Потому что с гирями вы можете не только поддерживать, но и развивать силу. И если вы это будете делать натуральным путем, без всевозможной поддержки, то вы будете здоровы всю жизнь. Я это говорил, говорю и буду говорить, ребята.